Следующее дело, дело Белтигрант, которое связано с одним из наиболее спорных вопросов, который существовал в налоговой правоприменительной практике. И этот спорный вопрос, он связан с повышенным обложением транспортным налогом дорогих автомобилей. В данном случае, в этом деле, рассматривалась ситуация обложения повышенным налогом автомобилей, которые прямо не указаны в перечне дорогих автомобилей, которые перечислены в приказе Минпромторга. Вообще, следует заметить, что по данному вопросу сложилось два подхода, и, собственно говоря, эти два подхода были отражены в деле Белтигрант. Первый формальный подход, который был занят первой касацией, заключается в том, что в том случае, если автомобиль не упоминается в перечне Минпромторга, то оснований для его обложения транспортным налогом с применением повышающего коэффициента нет. Поскольку это нарушает формальную определенность налогового права, а значит, нарушает и основополагающие принципы налогового обложения, которые зафиксированы в статье 3 Налогового кодекса. Также существует сущностный подход, который используется как налоговыми органами, так и использовался в этом деле первой и апелляционной инстанцией. А именно, в том случае, если речь идет об автомобиле с расширенной комплектацией, в результате чего автомобиль имеет другое название, но при этом есть название автомобиля со стандартной комплектацией, то в этом случае вполне обоснованно применять к автомобилю с повышенной комплектацией, даже несмотря на то, что прямо название этого автомобиля отсутствует в перечне, применять к этому автомобилю повышенный транспортный налог. Ну и, собственно говоря, эта проблема рассматривалась Верховным судом. Верховный суд указал, во-первых, на то, что все критерии для обложения повышенным налогом дорогих автомобилей, они перечислены в законе. А именно, что необходимо, чтобы стоимость автомобиля превышала определенный порог, а именно 3 миллиона рублей. Ну и, кроме того, есть требования, связанные с годом выпуска автомобиля. Соответствующие спорные автомобили, они, в общем, соответствовали этим критериям. Также Верховный суд отметил, что не является препятствием отсутствия прямого названия в перечне Минпромторга. В том случае, если в соответствующем перечне есть название автомобиля со стандартной комплектацией. То есть, в целом, Верховный суд, он занял, что называется, сущностный подход. И, соответственно, дорогие автомобили, названия которых, точное название которых отсутствует в перечне Минпромторга, они должны облагаться транспортным налогом с применением повышающего коэффициента.